Дворник 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 Дивиди-проигрыватель Телевизор маленький Раковина крошечная Даже там есть А кровать под лестницей Аккуратно застерена Он мне говорит, мол Присаживайся, снимай рюкзак Я, конечно, ничего снимать не стала Но на кровати я послушно присела И вот тут я поняла Что никакой диск он мне не отдаст А будет показывать это все на видео Вот тебе смешно А я в этот момент все думаю Ну вот Вот какой я хороший человек Уделю пять минут времени Доброму пожилому дворнику И вот он включает телевизор И я-то думала Там сейчас будет репортаж Про какой-нибудь ДК Розы Где он в какой-нибудь стрёмной группе Ну, прощай молодость На барабанах фигачит Ну, или может что-нибудь народное Оказалось, нет Оказалось, это был репортаж Про этот дом Про 24-й дом на Кирочной А это, это какой-то крутой дом Туда даже экскурсии водят Там катакомбы Бомбоубежище Да, так что если что Мы с тобой туда пойдем Там даже запас консеров На три дня хранится И вот он, сторож Там убирается вроде как И у него берут интервью Об этом доме А потом он садится на пол И хлопает руками По банкам из-под краски Ну, это у него барабаны Типа Не, репортаж коротенький Обрезанный Секунд 30 всего Я думаю Ну, хорошо А потом Он вдруг говорит Давайте еще раз посмотрим Я как-то не успела Среагировать И мы посмотрели еще раз А потом он говорит А давайте еще раз посмотрим Я говорю уже Да нет, спасибо Достаточно До свидания И вдруг он говорит А я еще массаж Хорошо умею делать Прикинь Я думаю Ну, понятно И смотрю в сторону двери А где дверь вообще не очевидна Она ковром широким завешена Ну, я все равно в ту сторону двигаюсь А он мне говорит А что вы пьете Водку или коньяк Я говорю Я не пью А он Нет, водку или коньяк Я ему строже Я не пью В общем, я все пытаюсь С ним попрощаться А он мне опять Начинает заливать Про коньяк И про то, что я Должна ему пообещать Что как-нибудь К нему зайду Выпить чаю Вообрази Не, я как-то там Отмазалась Вышла Да не, он меня не держал Он его отпустил Да он Да он даже как-то, знаешь Вежливо попрощался Типа Всего доброго Ну, вот я когда вышла На улицу Вот я просто офигела Не случается же такое Ну, побежала скорее домой Чтоб тебе рассказать Предостеречь Вот он какой Дружок-то твой Как ты смеешься Просьба передать по всем постам Ориентировку на места Русский метр восемьдесят два Рост Бород скандинавский тип лица И еще надежда теплится В ясных фиолетовых глазах Страх Мне нравится Его манера Не закатывать сцен Не называться Не говорить нет Не возражать мне Мне нравится Мне нравится Здравствуйте 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 Можно поплавать Меня зовут Алина Здравствуйте Меня зовут Алина Это Маша и Женя Мы сегодня будем играть для вас спектакль Кадыр Ну, точнее, мы уже начали вы играть Это вот была первая песня Монолог И автор пьесы И автор песен Которых вы сегодня услышите Это Настя Мордвинова Она сегодня пришла к нам Мы сегодня пришли Которые Которые Какие-то прекрасные У вас сегодня так много Это так прекрасно А кто-то уже был в «Сеатричо»? Нет О, как много новичков Так вот, для вас рассказывать Вообще-то В «Сеатричо» У нас все спектакли до этого Были основаны на личных историях артистов То есть они из жизни истории рассказывали Вот такие вот спектакли они были, собственно А тут мы решили дальше шагнуть И взяли пьесу Пластику практически драматурга известного Насте Мордвиновой Взяли пьесу Ну все-таки от того, чтобы вот так не выйти И не поболтать с вами Не смогли отказаться Ну это такая фишка театра Что разговаривать со зрителями вообще Вот Что еще должна я сказать А, что У нас еще как принято Что Ну, зрители могут общаться там С артистами Вопросы какие-то Задавать там Спрашивать что-то Ну там, я не поняла А это А у меня было вот так Свои истории начинают рассказывать Бывает такое у нас То есть это у нас норма Но не сегодня Вот Потому что я волнуюсь очень Но в новом месте Еще спектакль Не так давно мы играем Вот И вы же можете еще такой вопрос задать На который, например, я не смогу, да, ответить Ну, я как-то глупо отвечу Получается, буду выглядеть не очень Ну, не красиво Как-то глупо Это для актрисы Хочу вам сказать Так себе Не очень-очень хорошо Поэтому мы договорились, да, что Вы, ну, просто смотрите и хлопайте Не смеете Иду я вчера домой Наслаждаюсь солнышком Хоп Выворачиваю этот дворник Уже в форме В своей синей жилеточке Но тут-то я, конечно, его уже узнала Улыбаюсь, здороваюсь Он мне говорит Я этот репортаж переписал Пойдемте я вам его дам И я, представьте, пошла Не, ну нет, чтобы сказать, что мне некогда Или еще что-то Ну, я же не думала, что он мне показывать его будет Я думала, он мне даст диск, чтобы я его дома посмотрела Ну, я не знаю, почему я так подумала Я не знаю В общем, мы зашли к нему в старушку А он мне там и говорит А я еще массаж хорошо умею делать Прикинь Ну, не-не, сначала мы этот репортаж посмотрели два раза Он действительно есть, да Нет, это... Ну, это просто история про разочарование И про то, как мы неправильно людей чувствуем Я пришла домой Рассказала Нейдин Она сначала, конечно, смеялась, как сумасшедшая А потом она мне сказала, что он молодец Что он пикап-мастер И что он на своем уровне вообще лучший Не, вот вы представьте Подлетать телку на остановке Подметить у нее музыкальный инструмент И он вспомнить про этот свой репортаж Переписать его где-то быстренько Подкараулить меня опять И затащить к себе Ну, это же вообще... Я же сама туда пошла По доброй воле Не, он... Да он безумный, конечно, да Да, рисковый Не, я тоже рисковая Ну, я этим и известна в узких кругах Не, ну, то есть Представляешь, да, как в его голове Это, наверное, выглядит Это я должна была прямо подумать, что он звезда И что он такой интересный человек Не, ну, понятно, он же не знает, что Я вообще никогда не встречала чувака, Про которого вы репортажи на НТВ не снимали И это еще в лучшем случае, если только репортажи Он же не знает, что все сериалы состоят сплошь из моих знакомых И что я новых знакомых всегда сначала на кинопоиске пробиваю А потом уже на Фейсбуке Так да, да, он мне и про кино еще говорил Что снимали в этом Доне где-то рядом фильм И ему там даже дали эпизод Роль с текстом Но в итоге сцена не вошла Ну, на самом деле, вот меня беспокоит больше другое Вот почему он предположил вообще, что я Могу на такое согласиться Что, мне-то не хватило ума догадаться Ну, что это вообще-то может быть небезопасно Я что, похожа на женщину, которая может пойти в сторожку, да? Эй, ну да, пошла, да, пошла И одета я была, ну, молодежно Я была в этих своих ботиночках из кидо А очки у меня Прада на минуточку Не, ну джинсы драные, рюкзак цветной с детьми Ну нет, не, я не похожа на тетку, которая вот так запросто Может пойти пить водку с дворником Да сто процентов нет Что он не выбрал жертву-то более подходящую Нет, вот более реальную цель по себе Нет, это не снобизм Ну еще скажи нацизм Нет, это не снобизм И знаете еще что? Я вот, когда Недя это рассказывала Я все возмущалась А почему-то вот он мне предлагает водку или коньяк Ну это же жесть Предлагала бы, по идее, вина А она говорит, девушки, которые тусуются по сторожкам с дворниками Они не сухое вино пьют А водку или коньяк И смеется Как бы не смешно Я очень рано встаю И не проснувшись с толком Начинаю всякую ерунду делать Потому что мне кажется, что жизнь проходит И нужно очень рано вставать и быстренько все делать Я в таком состоянии, наверное, сообщения отвечаю на почту рабочую Мне еще в это время суток Все кажется очень значительно Я могу даже что-нибудь лишнее сделать Кстати А я рассказывала про дворника прикол? Нет? Мне кажется, я уже всем рассказывала Короче, стою я однажды на остановке Подходит ко мне какой-то незнакомый мужчина Что-то стал расспрашивать, улыбаться Ну, я шуганулся от него сперва А потом вижу, так это же дворник наш Ну, я начала, наоборот, с ним разговаривать приветливо А он мне давай про жизнь рассказывать И про то, что он барабанщик Ну, типа он музыкант, я музыкант в общем Разошлись мы с ним на том моменте Когда он мне говорил, что про него даже репортаж на телевидении снимали Так вот, на выходных встречаю его у магазина А он мне и говорит Мол, мне этот репортаж переписали И я должна его посмотреть Я подчинилась Пошла за ним, как дурочка, репортаж этот смотреть А он завел меня в свою коморку И давай там коньяк и массаж предлагать Нет Репортаж настоящий Да Да Действительно есть, да Репортаж из новостей по НТВ Да Да я клянусь Нет, ну это смех вообще Да Не, главное я Вот все божья роса Я спокойно иду куда-то Ну, это ж Ну, так это ж потому что все утром было А я же утром, да плохо соображаю Ну, то есть я взбодрилась только от этого дворника А то все как со мной было ходило А ведь я успела позавтракать уже Да Да что, да даже вон по телефону с кем-то пообщаться Утром мне будет очень стыдно, страшно Впрочем, никто не пожалеет Даже, а может, она меня не любит Тоже, Боже Надеюсь, я ей дорог хотя бы как память За четвертой позиции возле двери Чи В ночь босиком от меня убежала под дождь Кто? Без телефона и денег поймала такси Как? В окна кричала мне Я никогда не верну Я никогда не верну Когда он знает, прекрасно, что я не сам уже Когда он все про меня знает Когда прихожу, когда ухожу С кем живу, но ко мне в гости будет И вообще, да хватит уже И вообще Если я ему скажу, что не приду только потому, что мой муж против Это прозвучит так, что будто бы если бы не муж, то я бы с удовольствием А этого эффекта я точно не хочу добиться Никакого еще Ничего, право ты ему сказать? Здравствуйте Нет, Кадыр, разумеется, никакой чай пить к вам не приду И вы, пожалуйста, не шутите так больше Вы меня напугали и огорчили Но я-то думала, вы хороший человек, а вы вон что вы думали Я что, так что ли ему скажу? Советское кино какое-то Нет Я просто поздороваюсь И пройду мимо И еще Когда я вышла из его подъезда в то утро Я поняла кое-что важное О соотношении вещей О том, что бывает так Одно не соответствует другому И вот это Размеренное утро субботы С его счастливым солнечным светом Оно совершенно не соответствует К тому неловкому случаю Который происходит за дверью парадной И вот это мое благостное отношение К персонажу на входе Совершенно не соответствует Тому пошлому И врезгливому выражению лица на выходе Я почувствовала дисгармонию Дисгармонию в деталях И поняла, что я не должна ее умножить Я не мать Терезы Я могу относиться к людям плохо Даже с ненавистью и презрением Я сейчас, разумеется, не Кадыри имею в виду А других людей Ты понимаешь? Стою Сфотографировала его Не-не-не, это история не про страх Я совсем не чувствовала страха Я, кстати, говорил тебе, что я вообще никогда не испытывала страха Ну, нет у меня такого чувства Нет такого опыта Я ничего не боюсь Да, я понимала Что, если что То я закричу И ничего он мне не сделает Хотя он мужик-то крепкий Он совсем не старый, как мне казалось Нет, ну он в возрасте, но не старик Ну, как папа мой Но я уверена абсолютно Что ничего бы он мне не сделал Хотя в том, что он мне не предложит массаж Я тоже была абсолютно уверена Нет, это Это было разочарование, но не страх Ну, разочарование, слово, конечно, дурацкое Но я сейчас что-то не могу, ничего лучше подобрать И обидно было совершенно по-другому Ну, вот все те эпизоды, которые у меня случались в метро с кавказцами Ну, вот тогда было страшно и противно Ну, помнишь, как я там одну руку выломала на эскалаторе? Ну, и тот другой случай, когда я зашипела на мужика И ходила за ним по бестюбелю станции площади восстания Молчала и смотрела на него страшным взглядом Потому что я не знала, что еще делать, чтобы защититься Потому что было очень обидно Да я даже ревела потом на эскалаторе А сейчас не было страшно И обидно не было Это совершенно другой случай Просто разочарование Недоумение Да не, на самом деле пофиг Да мне нечего просто рассказывать Я вот и рассказываю эту историю Ну, вообще-то я ее хотела тебе как терапевту рассказать А не как подруге Да я сама не могу понять Чем меня этот как бы, ну, незначительный эпизод возмутил А может быть это как-то связано с моим детством Ну, или с моими взаимоотношениями с мужчинами Может быть это важно Может ты догадаешься, а? Нет? Ну, в итоге я нашла репортаж этот на НТВ Ну, подвесной двор в 24-м доме Ну, подвал, бомбоубежище Ну, то есть это как бы подвал Ну, не под домом, а под двором Под парковкой, то есть И непонятно, кому он принадлежит Городу, или владельцам квартиры, или еще кому-то Вот они и разбираются Еще узнала, что у жителей этого дома есть сообщество Где они требуют ремонта этих дворов подвесных А Кадыр, он там как бы хозяйничает, сидит, чтобы там беспорядков не было Чтоб никто чужой не ходил Еще узнала, что в этом доме жил Анатолий Марингов А на вечеринках часто бывала Ахматова и Шостакович Я сразу представила, как они сидят на нашем широком подоконнике Ну, как мы на больших вечеринках Вино пьют Ну, я всегда так быстро разговариваю С детства А ты что, раньше не обращала внимания? Ну, не знаю, мне многие говорили Да и сама я замечаю Ну, иногда контролирую, иногда нет Ну, я сама думаю Что это я как можно больше информации стараюсь выдать за короткое время Ну, наверное, мне кажется, что я что-то важное говорю И что меня могут перебить И тогда это что-то важное потеряется Ничего тебе не припомню я Кроме моря, солна и моря Ты моя, моя Галифорния Но не более Понимаешь, что цели не попристили уже Надо попросить Да и черт бы с ними Ты моя, моя Галифорния Все живет в моем сердце больно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ